Всем привет! Вы смотрите дайджест финансовых новостей на канале InvestFuture. Обсуждаем главные темы. Ну что ж, друзья, на рынках происходит ну просто какая-то феерия. Мы видим прострелы в акциях компаний, у которых есть большие проблемы. Но об этом сейчас чуть подробнее поговорим. Но пока коротко скажу, что мировой индекс это сегодня в минусе, несмотря на некоторые отдельно фантастические результаты, показавшие компании. Индекс S&P показал сегодня максимальное падение с октября внутридневное. Более чем на 2% индекс снижается, и инвесторы переключились на защитные активы. Ну, потому что, наверное, все-таки задумались, а не являются ли рынки переоцененными. И, конечно, безусловно, всех профессиональных участников рынка смущает тот беспредел, который во всем мире творят розничные инвесторы. Так называемые Робин Гудеры. Ну вот два самых ярких кейса последних дней. Это, во-первых, взлет акций сети кинотеатров AMC Entertainment. Бумаги показали взлет более чем на 250%, уже там до 18 долларов доползли. И что произошло? Компания просто в понедельник сообщила, что ей удалось привлечь 917 миллионов долларов инвестиций. И благодаря этому компания сможет избежать банкротства из-за закрытия кинотеатров во время пандемии. Но, по сути, ничего хорошего у компании нет. У нее огромные проблемы. Вот буквально на днях рынки отыгрывали падением новость о том, что Бондиана, не время умирать, переносится в очередной раз из-за того, что многие кинотеатры по-прежнему закрыты. Ну, не на чем здесь расти. Но мы видим вот такой вот фантастический парадокс. И, кстати, сегодня взлетели еще и акции компании AMC Networks, по-моему, она называется. То есть она похожа по тикеру. И, как всегда, неопытные инвесторы по ошибке стали и ту бумагу тоже подбирать. Все, что плохо лежит, все берем. Ну, интересно то, что акции AMC Entertainment, именно вот того самого кинотеатра, часто упоминаются в соцсетях в связи с тем, что по ним открыто большое количество коротких позиций. Причем у крупных хедж-фондов. И есть ощущение, что вот именно такие скачки цен связаны с тем, что есть группы частных инвесторов, которые встречаются на форумах, обсуждают ситуацию, принимают решение покупать все вместе. И таким образом делают шорт-сквизы и заставляют крупные фонды свои короткие позиции с убытками закрывать. Ну и, собственно, еще один кейс последних дней – это GameStop. Но это вообще, конечно, совершенно очаровательная история. GameStop – это сеть магазинов по продаже игр, причем сеть убыточная. И вот тоже на Reddit пользователи обсуждали перспективы этой компании. И, собственно говоря, Илон Маск подлил масло в огонь, потому что он написал у себя в Твиттере GameStong и дал ссылку на форум Reddit, где как раз-таки обсуждались перспективы акций GameStop. И как бы Маск, в общем-то, не очень позитивно таким образом отозвался о розничных инвесторах, которые скупают черти знает что. Потому что Stong – это вообще биржевой мем, так в соцсетях называют инвесторов, которые скупают какие-то сомнительные активы в надежде увеличить свою прибыль. То есть GameStong написал Маск, как бы сиронизировав, но разместил ссылочку на форум Reddit. И после этого твита Маска акции GameStop взлетели еще на 130%. Это, конечно, абсолютнейшая фантастика. Причем, ну вот акции GameStop дрожают еще с 11 января, когда стало известно о перестановках в менеджменте компании. Но, по сути, ничего не происходит такого, что заставляло бы акции выстреливать на сотни процентов в день. До этого Маск еще написал про шерстяной марсианский шлем, который он купил для собаки на сервисе Etsy. И это тоже потолкнуло акции наверх. Ну, там был рост всего лишь в 8%, куда более скромный. Ну, ладно, бог с ним с Etsy. Но, конечно, вот такие скачки, как AMC, Entertainment и GameStop – это абсолютно нездоровая ситуация. И, ну, как показывает опыт, все-таки это обычно является предвестником какого-то резкого снижения на рынках. Потому что то, что мы видим, это уже какая-то просто истерическая эйфория, которая не может продолжаться долго. Друзья, сейчас мы перейдем к отчету Microsoft. А пока небольшой анонс от спонсоров нашего сегодняшнего выпуска. Мы живем в мире огромного количества информации. И важно сделать так, чтобы она работала на тебя. Потому что кто владеет информацией, тот владеет миром. Так говорят инвесторы и так говорят аналитики данных. Люди, умеющие правильно обрабатывать данные и извлекать из них прибыль. Они нужны в любом бизнесе – от стартапа до корпорации. Ценность таких специалистов огромна. И это знают в онлайн-школе Skill Factory. Там как раз стартует набор на курс «Аналитик данных». Там вы изучите основные инструменты – работу в Google-таблицах для анализа данных, составление запросов в SQL и Python, научитесь подготавливать дашборды в Power BI, и, конечно, познакомитесь с основами статистики. И самое важное – попрактикуйтесь на реальных кейсах. Обучение построено по принципу «больше практики и совсем чуть-чуть теории». Важно и то, что вы не останетесь один на один с этими знаниями. На ваши вопросы ответят две линии поддержки, менторы, координаторы и другие эксперты. После обучения вам откроется карьера универсального аналитика, хоть продуктового, хоть маркетингового. И вы сможете работать в компаниях, которые никогда не думали, что вас возьмут. А в Skill Factory вам помогут составить резюме, подготовить к собеседованиям и познакомить с IT-рекрутерами. Ссылку на курс оставлю в описании. По промокоду InvestFuture вы сможете получить скидку 55% до конца января. Skill Factory – это ваш прямой путь в IT-профессии. Друзья, как и обещала, переходим к отчету Microsoft. Компания отчиталась о рекордной выручке – 43 млрд долларов за квартал. Ну и в целом порадовала ростом финансовых показателей. В октябре-ноябре выручка компании выросла на 17% и достигла, соответственно, рекордно. Квартальная чистая прибыль компании увеличилась на 33%, 15,5 млрд она составила. Такого результата IT-гигант сумел добиться благодаря высокому спросу на облачные услуги, сегмент видеоигр и программное обеспечение для работы на дому. Ну и акции Microsoft на американской сессии сейчас торгуются в нуле. Спасибо, что не в минусе, конечно, но никакого роста не наблюдается. Понятно, что и в бумагах IT-гигантов тоже есть перекупленность, которая уже месяцами, годами назревала. Но, тем не менее, очень-очень интересная ситуация на рынках складывается. И при этом, смотрите, акции AMD, довольно уже устойчивой компании, падают на 6%, несмотря на то, что AMD опубликовала прекрасный отчет. Компания отчиталась о том, что выручка за четвертый квартал выросла до уровня 3,24 млрд долларов. Это лучше ожиданий. Компания заработала 52 цента на одну акцию, превысив оценку в 47 центов. Компания ожидает, что выручка за первый квартал составит 3,2 млрд долларов. В целом, это очень близко к средним оценкам. Прогнозируют хорошие продажи в 2021 году. Лучше оценок аналитиков. Но при этом мы видим, что акции падают. Ну вот, да, там есть слабый момент прогноз по маржинальности. Немножечко не дотягивает до пожеланий инвесторов. Хотя в целом все очень и очень прилично. Но акции при этом валятся. А вот такие вот компании, очевидно, проблемные, как АМЦ и Геймстоп, выстреливают. Если вы можете мне объяснить, почему это происходит и привести какие-то рациональные причины, пишите, пожалуйста, в комментариях. Но я вижу в этом очень тревожный звоночек. Ну а еще по Алибаба подъехали сегодня тоже достаточно ожидаемые, наверное, новости. Антгрупп Джека Ма может стать холдингом под контролем Центрального банка Китая. Все развивается, в общем-то, по предсказуемому сценарию. Компания планирует провести реструктуризацию и стать холдингом, который будет находиться под контролем ЦБ Китая. Об этом пишет The Wall Street Journal. Ант уже предоставил правительству план реструктуризации. И его обсуждение должно завершиться в середине февраля, до наступления китайского Нового года. Потом окончательную версию должен одобрить комитет по финансовой стабильности и развитию компании. И не просто так, вот уже несколько дней назад стали появляться разговоры о том, что Антгрупп все-таки может провести повторное IPO при соблюдении некоторых условий. Но теперь эти условия нам с вами понятны. Акции Алибаба сегодня в общем тренде немножко снижаются. Но в целом там, конечно, есть попытка на разворот, потому что есть еще куда компании отрастать после тяжелой осени 2020 года для нее. И в целом, я думаю, что Алибаба это растет, несмотря ни на что, ну просто ей придется, как это говорится в бандитском мире, делиться. Ну ладно, давайте о хорошем. Что покупать на спадах? JP Morgan тут опубликовал любопытное исследование, о котором я хочу с вами поделиться. В целом в банке считают, что результаты выборов в Сенат спровоцировали смещение фокуса на стоимостные акции, которые движутся вместе с экономическим циклом и часто недооцениваются инвесторами. Цитата. «Этот катализатор сработал. Мы еще не выбрались из кризиса. Рынкам еще предстоит пережить третью волну пандемии, а статистика за январь и февраль вряд ли будет радовать. Однако мы полагаем, что рисковые активы начнут укрепляться в первом полугодии. Мы будем использовать просадку как возможности для наращивания позиций». При этом JP Morgan полагает, что балансы центральных банков будут расти быстрее, чем ВВП в этом году. И избыточная ликвидность будет толкать рынки наверх по-прежнему. При этом JP Morgan признают, что есть пузыри в отдельных секторах, например, в сегменте публичных размещений IPO, криптовалютных компаний и инноваций. Также нездоровый спрос наблюдается и в сегменте SPAC. Помните, мы несколько дней назад как раз говорили о том, что ETF на SPAC появляются как грибы и тоже показывают впечатляющие результаты. Но зато в банке перечислили привлекательные европейские акции, которые по-прежнему остаются недооцененными и по которым любое снижение компания будет использовать для наращивания покупок. В этот список вошли акции финансового сектора, потребительских товаров и сырья. Не все эти бумаги доступны, но тем не менее я их с большим интересом перечислю. Во-первых, JP Morgan наращивает позиции по акциям финансового сектора. Он считается недооцененным и отстающим, а доходы компаний начинают восстанавливаться на фоне рефляционной политики Центробанков. В список вошли британский M&G с предполагаемой дивдоходностью 8,9%, а также голландская группа ING с дивдоходностью 6,3%. Также JP Morgan делает ставку на сырьевой сегмент, в частности, компании с устойчивыми балансами и низкой безубыточностью. В частности, аналитики отметили привлекательность австралийской BHP Group с предполагаемым дивидендным доходом 6,1% и горнодобывающую компанию Anglo American с дивдоходностью 4,5%. Банк сокращает свои позиции в сегменте основных потребительских товаров, отмечая, что здесь позитив может скоро иссякнуть. Но в этом секторе у JP Morgan тоже есть свои пики, как это называется, выбор свой. В частности, она ставит на французскую компанию Danone 3,7% дивдоходность и французскую бокалейную компанию Carrefour с дивдоходностью 3,6%. В сегменте услуг связи и недвижимости JP Morgan также сокращает позиции, но отмечает как привлекательную испанскую группу компаний Inmobiliaria Colonial с дивидендной доходностью 2,4%. Технологии, энергетика и промышленность, а также здравоохранение остаются на нейтральной полосе. Интересно выглядят акции британской компании-производителя программного обеспечения Micro Focus BP, осветительной компании Signify и фармацевтической компании Sanofi, которая, кстати, участвует в гонке за вакцину. Ну а в швейцарском банке UBS в 2021 году предлагают присмотреться к российскому рынку, ну или, по крайней мере, пишут о том, что российский рынок может быть интересен. Акции российских и латиноамериканских компаний, как и развивающихся рынков в целом, окажутся наиболее привлекательными в этом году, пишут в UBS. Эти активы более чувствительны к глобальному росту, который состоится, как полагают в банке, благодаря массовой вакцинации, снижению неопределенности в отношении внешней политики США, слабому доллару и более сильным сырьевым товарам, а также, конечно, монетарным стимулом. UBS ожидает, что индекс MSCI Emerging Markets, который уже вырос на 8% в январе, к концу года прибавит еще как минимум 5%, а Россия может похвастаться самой высокой дивидендной доходностью на планете. Курс рубля готов к укреплению, поскольку к концу года цены на нефть, вероятно, доползут до 63 долларов за баррель. Ну, не только Россию UBS хвалят, также позитивно отзывается и об азиатских фондовых рынках, особенно о Китае, где здоровое внутреннее потребление будет стимулировать сильный экономический рост и рост доходов населения. Согласны, не согласны? Пишите в комментариях, будете ли активно покупать российский рынок в 2021 году, или все-таки присматриваете себе что-нибудь в иностранной валюте в портфеле. Ну что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все, большое спасибо, что смотрели. Еще один момент, очень много было вопросов по поводу фонда SL Green и того, что происходит с акциями. Ребята у нас в стоксах в начале этой недели написали большой подробный пост, можно почитать сам пост, можно почитать комментарии к нему, где люди тоже обсуждают ситуацию. Оставляю ссылочку на пост в описании к этому видео, переходите, я надеюсь, что вы там найдете ответы на ваши вопросы, ну и вообще на канал F-Stokes, не забывайте подписаться. Спасибо, с вами была Кира, команда InvestFuture и до новых встреч на нашем канале в наших следующих роликах.